Девушки отдыхают Вы можете сколько угодно встроить свою пробку. Она вам не поможет. Вы уязвимы и для маленьких подлодок у берегов США, и даже на расстоянии в тысячу миль от США. Нет способа, которым вы можете себя гарантированно защитить. Кто бы мог подумать, что эти ракеты способны на такое? Они действительно могут изменить правила игры. Для того, чтобы запустить ракету по отдаленным целям, больше не нужны большие корабли. Американцы исходили из того, что у русских нет высокоточного оружия. Поэтому их зенитно-ракетные комплексы изготовлены в первую очередь для отражения русских баллистических ракет. Однако теперь ситуация радикально меняется. Эти ракеты обладают очень интересным режимом полета. Они приближаются к цели на относительно небольшой высоте. Затем они подскакивают вверх и ускоряются почти в три раза. Поэтому ты вроде бы видишь ее, следишь за ней, а потом бац! Это как в хоккее, когда сначала ты видишь, как на тебя несется нападающий, а потом ты оборачиваешься, видишь шайбу в своих воротах и не понимаешь, когда она успела там оказаться. Образ войны будущего меняется. За верхний эшелон в России отвечают легендарные комплексы С-400 или сверхскоростные перехватчики, вроде таинственной и уникальной противоракеты 53Т6. Однако не менее важной задачей становится борьба с массированным налетом высокоточного оружия. Представьте себе пчелиный рой из беспилотников, крылатых ракет и самолетов. Вот эти дешевые массовые средства, они заставляют ПВО с ними бороться путем истощения своего боезапаса. И наступает момент, когда вступают в силу уже более существенные средства воздушного нападения, а в ПВО кончаются средства поражения, то есть ракеты. Предозначение комплексов, подобных Тору, перехват низколетящих целей. То есть, как правило, речь идет о высокоточном оружии, например, о крылатых ракетах. Главная особенность нового Тора – возможность вести огонь в движении без остановки. Удел Тора и его брата-конкурента, тульского комплекса «Панцирь» – защита в войске больших противоракетных комплексов от того самого коварного пчелиного роя. Есть цель дальность 13! Пост! Пост! Постанно клюнуло! Ижевское предприятие «Купол» – наглядное доказательство. Российская оборонка не просто жива. В разгар кризиса именно она подает пример всей остальной экономике, показывает, как надо работать. Ситуация радикально меняется. Те локальные конфликты, которые на сегодняшний день существуют в мире, как раз подчеркивают актуальность той задачи, которую мы хотим осуществлять. Мы не можем быть слабыми, мы должны быть сильными. В цехах мы видим молодых сотрудников. В модулях управления Тором – отечественную электронную начинку. А ведь еще недавно казалось, что элементная база в стране полностью уничтожена. Могут ли стратеги из Пентагона представить себе, какие тонкие, нежные, но надежные руки куют сегодня в российский противовоздушный щит? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok